Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня у нас будет довольно много информации, среди которой есть доказательства, что Western Union работает с XRP и Ripple, что технологическая компания R3 в сотрудничестве с Банком Международных Расчетов, который является центральным для всех центральных банков, тоже имеет связи с Ripple. Пройдемся и по другим материалам, которые покажут нам, что нас интересует не только решение комиссии по ценным бумагам и биржам по Ripple, но и еще одного агентства, на которое нужно обратить внимание, и я бы сказал, от которого вообще все зависит. Я проделал достаточно объемную работу, и видео, скорее всего, будет очень длинным, поэтому надеюсь на вашу поддержку лайками. Один билет на этом поезде стоит один лайк. Давайте не будем ехать с зайцами. Давай-давай, поставь лайк прямо сейчас. Начнем же, потому что XRP уже на грани преодоления звукового барьера. XRP YoYo публиковал новость в своем твиттере. Western Union обратил внимание на Ripple для реализации своей функции трансграничных платежей. Пару лет назад они уже говорили об этом, если мнение изменяет память. По-моему, в 2018 году во время беседы на очередной своей конференции. Тогда Western Union решил, что технология Ripple может им помочь. И он сделал 5 тестов, буквально 5 транзакций, а затем вынес решение о том, что это недостаточно эффективно с точки зрения стоимости. Тогда Western Union не увидел преимущества Ripple и продолжил свои поиски дальше. Но сегодня... Сегодня акции Western Union падают, а акции MoneyGram выросли после партнерства с Ripple. Сегодня Western Union признали, что они ошиблись 2 года назад. Но смысл не в этом. Когда я прочитал эту статью, я понял, что она буквально повторяет все то, что я и так уже знаю. Да и вы тоже. Но переход вот по этой ссылке, исследование американского капитала 2020 года, проведенное Credit Suisse, привел меня к куда более интересной информации, чем я рассчитывал. Здесь целых 260 страниц исследования, которые я просеял. Пока на фоне слушал первую часть собрания комиссии по ценным бумагам и биржам от 3 декабря, которая на данный момент является для меня неплохим способом побороть свою бессонницу. Пока ничего интересного я там не услышал, но если что, расскажу вам в видео. Вернемся к теме. Просматривая этот документ, который явно не такой скучный, как собрание комиссии, я нашел информацию на 52-й странице, которая заинтересовала лично меня. Credit Suisse сделала перечисление предприятий, занимающихся трансграничными платежами. И здесь четко и ясно указан Ripple среди прочих. Среди них есть и Currency Cloud, Payoneer и так далее. Есть открытая информация, что некоторые из этих предприятий связаны с сетью RippleNet. Давайте перейдем на страницу 187. Я бы хотел отметить этих ребят. Маркета. Это платформа частного капитала, которая занимается в том числе и выпуском дебетовых карт. Эта организация упоминается в документе далеко не один раз, и скоро они планируют конференцию, на которую соберутся многие венчурные инвесторы. Думаю, нужно будет обязательно следить за этой конференцией и посмотреть, на что обратят внимание ее участники. Там можно будет узнать очень многое о происходящем в отрасли. Но давайте вернемся обратно к этой таблице, где мы уже видели Ripple, который будет использован для трансграничных платежей. Обратите внимание, формата B2B. То есть это трансграничные платежи только для бизнеса. В колонке тех, кто будет отвечать за обработку платежей и выступать в качестве даже эмитентов карт, находим Маркету. Все очень связано. Теперь давайте перейдем к следующей странице, которая имеет отношение к тому, как в новой системе будут происходить платежи. Например, выплаты зарплаты. Страница 213 рассказывает о том, как продвигается разработка того, во что мы фактически инвестируем. Страница 213. Название этого раздела «Влияние криптовалюты на платежную экосистему». В этой экосистеме зарождаются и находят свое место в жизни новые нишевые варианты применения криптовалют, которые мы планируем отслеживать. Добавляют они ниже. Далее идет анализ всех этих вещей. И я хочу остановиться на Lightning Network, конечно же, помимо Ripple и MoneyGram, которые, как написано в этом документе, оказывается, заключили партнерские отношения для того, чтобы приставить XRP на платежной платформе MoneyGram. Это соглашение заключено на два года и позволяет XRP и XRapid, платформе для использования XRP, теперь известной как ODL, быть использованными в трансграничных транзакциях, обеспечиваемых MoneyGram. Это вообще какие-то сумасшедшие новости, но почему-то об этом совершенно ничего не слышно в публичных новостях. Все это происходит тихо и постепенно, пока людей отвлекают кризисами рабочих мест и здравоохранения. В дополнение к 50 миллионам инвестиций от Ripple, MoneyGram надеется улучшить свой собственный рабочий капитал, то есть, простыми словами, снизить свои затраты. Интересно, что на этом фоне буквально недавно Ripple объявил о том, что он продает часть вложений в MoneyGram, но все же остается инвестором в эту компанию. Далее сказано, что TransferWise оценил различные блокчейн-технологии, в том числе и Ripple, но пока не определился с решением, которое позволит улучшить скорость платежей, снизить расходы и сдержки и тому подобное. В свою очередь, Western Union также оценил Ripple, несмотря на то, что первоначально, два года назад, он относился к нему с меньшим оптимизмом. Тесты продолжаются. То есть, таким образом подтверждается, что они все еще испытывают к Ripple некую симпатию и снова начинают тестировать его и XRP. В колонке для трансграничных платежей сказано, трансграничные B2B платежи – наиболее важный среднесрочный сценарий использования для криптоплатежей. Они противопоставляются существующей лидирующей банковской системе переводов – SWIFT, которая показывает себя далеко не идеально, и во время проведения транзакций использует множество банков-корреспондентов, что выливается в неопределенное время достижения результата. Около 3-5 дней, если повезет. При этом также присутствуют и высокие, и тоже неопределенные комиссии. То есть, ты даже не знаешь, какую комиссию заплатишь за этот перевод. А также встречаются и частые случаи неудачных платежей через SWIFT. Платформы типа Ripple имеют все возможности, чтобы значительно уменьшить время исполнения от нескольких дней до нескольких секунд и обеспечить удешевление этих транзакций. Меньший базисный пункт за транзакцию, меньше корреспондентов и значительное увеличение конечной абсолютной суммы в долларах, которую получит получатель. На данный момент существует более 300 крупных финансовых учреждений, которые уже используют платформу RippleNet, а значит получают и возможность применения XRP. Здесь также упоминается стейблкоин от JP Morgan, который может применяться для B2B платежей, то есть для трансграничных платежей между бизнесами. Есть еще решение от гиганта IBM, трансграничная платформа IBM WorldWire, использующая протокол Stellar, Stellar Lumens, и также потенциально работающая со стейблкоинами и цифровыми валютами центральных банков. Во-первых, я рад это слышать, так как мне нравится проект Stellar. Во-вторых, инфраструктура, ребята, под цифровые валюты центральных банков вовсю разрабатывается. И здесь это написано практически прямым текстом, причем, видимо, разработка происходит в ускоренных темпах. Даже проект R3, о котором мы не раз говорили в своих видео, тоже предлагает свой блокчейн Корда, который поддерживает XRP, но предназначен для поддержки не только лишь XRP, но множество других подходящих вариантов. Они заключили партнерские отношения со SWIFT в рамках деятельности по стандарту Global Payment Innovations, и Bank of America присоединился к ним. А как вы помните, Bank of America, в свою очередь, является партнером Ripple. На следующей странице 214 мы видим информацию о том, что Western Union снова подтверждает информацию о тестировании и рассмотрении применения Ripple XRP для трансграничных платежей. Учтите, что данная информация была собрана в январе этого года, то есть фактически год назад. Однако она все еще является актуальной, так как Western Union и Ripple все еще работают вместе. И это даже наоборот хорошо. Почему? Потому что это говорит о том, что у Western Union и Ripple XRP все получается, раз даже спустя год они все еще работают. Переходим к 229-й странице. Здесь мы находим поправку Дурбина к закону о финансовой реформе Дода Франка. От 2010 года. К этой истории также причастны Министерство финансов США и агентство под названием Совет по надзору за финансовой стабильностью, который обладает способностью наделять различные объекты и события ярлыком системно важный для полезности финансового рынка или его инфраструктуры. Думаю, что мы будем часто вспоминать этот совет, так как, например, решение от комиссии по ценным бумагам и биржам по этому вопросу можно и не ждать. Ведь по факту они не должны принимать никакое решение, потому что достаточно совету по надзору за финансовой стабильностью лишь сказать о том, что регистр Ripple и XRP это системно важные объекты для финансовой системы, и центральные банки тут же наряду с Федеральным резервом смогут использовать XRP и сеть Ripple как платежную инфраструктуру. Всего лишь одно слово отделяет от этого. Именно для этого эта поправка в законы была разработана. Она наделяет Совет по надзору за финансовой стабильностью исключительным правом. Так вот, поправка Дурбина была здесь упомянута, так как она уменьшила обменные комиссии, получаемые эмитентами дебетовых карт с активами более чем 10 миллиардов долларов. Теперь комиссия за транзакцию составляет всего 0,21 доллар плюс 5 базисных пунктов от объема транзакции. Это приблизительно 0,05%. Все это является намеками на то, как будет устроена глобальная финансовая рыночная инфраструктура, а она будет иерархией. Мы еще поговорим об этом, а сейчас давайте перейдем к странице 251. Посмотрим на правый нижний угол. Регулирование в сфере передачи денег. Закон о банковской тайне регулируется агентством по борьбе с финансовыми преступлениями. Это известные процедуры, знай своего клиента, и процедуры против отмывания денег. KIC-AML. Закон Дода Франко регулируется бюро по защите прав потребителей. Также здесь говорится о дополнительных требованиях в отношении идентификации личности для транзакций более 3000 долларов, для предотвращения мошенничества и так далее. На самом деле, ребята, по более свежей информации, на данный момент Минфин США и ФРС хотят внести поправки и понизить эту цифру для обязательной идентификации личности с 3000 долларов аж до 250. Я хочу сказать, что наверняка в наших странах пойдут по тому же сценарию с одной лишь разницей. Вместо цифрового доллара будет цифровой рубль или же электронная гривна. Ну и пороги для идентификации личности будут подогнаны под реалии жизни наших граждан. Вся эта страница – это краткий обзор отчета Western Union, в котором они перечислили множество других показателей и то, что в них происходит. Например, масштабирование транзакций, распространение по миру, клиентоориентированность и другие категории. И здесь же мы снова находим нашего старого знакомого Брайана Брукса. Здесь написано, что закон о банковской тайне, с которым уже имел дело действующий валютный контролер США Брайан Брукс, занимает очень большое место в криптовалютном регулировании. Он определяет, как мы узаконим крипторынок, протолкнет этот рынок в регуляторной рамке и политику. Дальше мы видим протоколы безопасности, зная своего клиента и противодействие отмыванию денег, которым XRP прекрасно соответствует, точно так же, как и RippleNet. Регулированием Дотфранка занимается Бюро по защите прав потребителей, то самое бюро, которое 21 июля 2020 года выпустило правила о том, что Ripple и XRP могут быть использованы банками и кредитными союзами для обеспечения прозрачности трансграничных платежей. Исходя из всего этого, мне лично кажется, что Дотфранк будет частью регуляции провайдеров платежных услуг, что очень похоже на регуляцию провайдеров услуг виртуальных активов и других подобных вещей, которые занимаются обработкой платежей. Именно поэтому закон Дотфранка будет невероятно важен, я вам это гарантирую. Я даже заверяю, что мы увидим признание таких вещей, как распределенный реестр и блокчейн в качестве системно важных для инфраструктуры новой финансовой системы. Дальше у нас еще больше хороших новостей, так как в предыдущем документе мы уже касались темы R3 и его желание использовать XRP для своей блокчейн-платформы Corda, которая обладает возможностью множественного выбора цифровых активов. У себя в Твиттере R3 пишут «Построенный на блокчейне Corda от R3». Прекрасные новости в Твиттер-аккаунте Банка Международных Расчетов, Центрального Банка Всех Центральных Банков. Посмотрите их пресс-релиз. Что ж, давайте посмотрим этот пресс-релиз и вспомним некоторые моменты, которые я уже показывал у себя на канале. Например, инновационный хаб Банка Международных Расчетов для инфраструктуры новой финансовой системы. База для инновационного хаба BMR, Швейцарский Национальный Банк и Швейцарская Биржа SIX присоединилась к членам проекта Helvetia для того, чтобы провести исследование, как цифровые валюты Центральных Банков могут быть интегрированы в инфраструктуру финансовой системы на базе технологии блокчейн. Проект состоит из двух Proof of Concept, и они оба протестированы на функциональную осуществимость использования токенизированных активов, которые размещены и торгуются на швейцарской бирже SIX в цифровых деньгах Центрального Банка. В первом Proof of Concept денежное транзакционное ответвление основано на массовой цифровой валюте Центрального Банка. Массовая ЦВЦБ выпускается швейцарским национальным банком напрямую в блокчейн-инфраструктуру биржи SIX. Частью первого Proof of Concept являются четыре расследованных сценария использования. Выпуск или токенизация массовой ЦВЦБ, выкупили де-токенизация массовой ЦВЦБ, расчет по поставке или оплате токенизированных активов за массовую цифровую валюту Центрального Банка и перевод оптовой цифровой валюты Центрального Банка. Во втором Proof of Concept совместимость между блокчейн-инфраструктурой биржи SIX и швейцарской платежной системой SIC уже установлена и денежные транзакции закреплены в балансах SIC. Частью второго Proof of Concept является только один расследованный сценарий использования. Расчет по поставке или оплате токенизированных активов на балансах SIC. Ребята, как вы, наверное, уже догадались, на самом деле это очень сложная тема и чтобы ее понять, нужно долго и нудно поработать. Но я гарантирую вам, что все это, что звучит непонятно и страшно, станет невероятно огромным, особенно для XRP, который в этом будет участвовать. XRP просто перейдет звуковой барьер, потому что где-то в этом всем нужно будет решить главную проблему. Проблему объединения и взаимодействия основных составных частей. Цифровые валюты Центральных Банков, ютилити токены, которые представляют какой-то конкретный актив, или даже фиатные деньги, не имеет значения. В цифровом мире все равно есть и будут какие-то трения, а XRP станет маслом, которое устранит трения в суставах новой финансовой системы. Вот такая метафора, ребят. Зовите меня поэтом. Я думаю, уже очень скоро мы увидим запуск цифровых валют Центральных Банков, как минимум на массовом оптовом уровне. Оптовом, чтобы Центральные Банки использовали их между собой. Следующая новость, ребята. Японская инвестиционная компания тестирует применение Ripple на валютном рынке. SBI Holdings и FX Coin Ltd начали тестирование XRP, криптовалюты от Ripple, для расчетов по кредитам и корпоративным долгам. Я не знаю, какие еще доказательства нужны. Это один из предполагаемых вариантов использования XRP. Хотя я бы хотел увидеть полный масштаб использования XRP, но единственный вариант, чтобы это произошло, если XRP будут считать валютой. Это самый лучший вариант. Могут ли они сделать его utility токеном? Не знаю. И это не важно, но пока вы относитесь к нему как к валюте, это означает понимание XRP как моста между другими валютами и предметами, представляющими ценность в новой финансовой системе. Например, у нас есть цифровая валюта Китая и цифровая валюта США. Ripple XRP это мост между ними. Масло, устраняющее трение. XRP должен стать деньгами. Суть в том, что мир должен увидеть его в качестве денег, если мир хочет, чтобы финансовая система на основе блокчейна работала. Официальный форум по валютно-финансовым институтам OMFIF независимый мозговой центр для центральных банков и правительств по всему миру. Этот форум просто огромный. Они всегда находятся во всем, что связано с финансами. Не так давно, может быть, неделю назад проходила конференция Международного валютного фонда. Там были люди из МВФ, Бреттон-Вудса, OMFIF и даже из Минфина США. Все эти организации являются частью внутреннего круга для избранных. И именно они помогают создавать идеи и вещи, которые все остальные воплощают в реальность. Документ называется «Внимание на Ripple». Вместо того, чтобы конкурировать с крупными банковскими компаниями, Ripple планирует заключить партнерские отношения с ведущими финансовыми учреждениями и предоставить им решения на базе блокчейна. Вместо того, чтобы конвертировать доллары в другие валюты, что влечет за собой тарифные расходы, комиссии и очень медленные транзакции, один банк может перевести, к примеру, 5 миллионов долларов в XRP другому банку, который тоже находится в сети Ripple. И затем эти XRP могут быть конвертированы в местную валюту. Это экономит множество времени, множество денег и множество других издержек. Ripple стремится позиционировать себя как альтернатива SWIFT. Его программное обеспечение контролирует соответствующие банковские средства и обновляет учетные книги каждой из сторон. На весь расчетный процесс уходит несколько секунд. Вместо, вспомните, нескольких дней. Также это уменьшает риски кризиса ликвидности. Каким образом? Консолидируя ликвидность для обслуживания международных платежей от многих несвязанных международных ностро-счетов в единый XRP-пул, банки-респонденты выделяют меньше общей ликвидности для обслуживания таких же объемов глобальных платежей. Улавливаете логику меньше ликвидности для обслуживания такого же объема глобальных платежей. Именно это еще один фактор, который уменьшает риски кризиса ликвидности. Ну просто гениально, гениально. Банку лишь необходимо держать свою внутреннюю валюту и поддерживать один счет с XRP с достаточным количеством XRP для обслуживания. Этот процесс минимизирует количество посредников и их наценку на каждое посредническое действие, что опять же приводит к удешевлению транзакций. Это самый прекрасный обзор на Ripple, который можно сделать. Кто-то может спросить, но для чего они будут его использовать? Вот здесь, ребята, и открывается священный грааль всего этого видео. Международный валютный фонд и его документ – отчет МВФ 2249. Давайте проведем параллели, так как это очень интересно. Внутри этого документа в разделе 103 есть крайне важная информация. Риски, характерные для поставщиков платежных услуг, за исключением платежных систем, контролируемых Федерально-резервным банком, не полностью регулируются специальными нормативными требованиями. Законы о передаче денег на государственном уровне относятся к 1970 годам и предназначены для защиты потребительских транзакций, отправляемых в виде денежных переводов, а не деятельности подобной платежной инфраструктуры. Короче говоря, это все регулируется очень устаревшими законами, которые давно морально устарели. Схемы даже карточных платежей уже не считаются инфраструктурой розничных платежей и не были определены FSOC как системно важные. Если что, вспомните, FSOC – это Комитет по наблюдению за финансовой стабильностью. И, кстати говоря, вспомните, что именно Комитет по наблюдению за финансовой стабильностью имеет исключительное право наделять то или иное понятие системно важным. Это МВФ, который говорит о том, о чем я говорю уже множество лет. Реальность такова, что даже подобное осознание МВФ само по себе является гигантским событием. Они только что сказали, что вся система, в которой мы живем, по факту – кусок старого кирпича. И это несмотря на то, что, например, Visa считает себя глобальной платежной системой. RippleNet разработана как система оптовых платежей, на которую не распространяются определенные требования платежной системы, кроме требований, предъявляемых банками, которые меняют и уже изменили определение денег. Эти агентства добавили в определение денег конвертируемые виртуальные валюты, такие как XRP, подпадают под определение денег, как конвертируемая виртуальная валюта. Вы можете в это не верить, но это правда, это факт. Вот еще одна интересная статья. Благодаря недавним партнерским отношениям, Visa упростит платежи USDC. Visa объединилась с компанией блокчейн-услуг Секл, чтобы сделать транзакции USDC совместимыми с определенными кредитными картами. После того, как Секл закончит прохождение обучения по программе Visa Fast Track, где-то в следующем году, Visa выпустит кредитную карту, которая позволит бизнесу посылать и принимать платежи в USDC напрямую от любого другого бизнеса, используя обычную, как будто бы банковскую карту. Если вы следите за моими видео, то наверняка помните, что Брайан Брукс говорил о необходимости государственно-частного партнерства, чтобы продвигаться в развитии стейблкоинов, например, того же USDC. Кстати, Брукс упоминал именно USDC в разговоре с директором Секл Джереми Аллером. Когда Брукс работал с Аллером в Coinbase, он говорил, что они работают, вероятно, над самым важным проектом их жизни. И этот проект называется USDC – стейблкоин. Государство в этом случае берет на себя законодательство, а частный сектор – ответственность за развитие технологии. И теперь Visa заключает партнерские отношения Секл, а в документе NVF, который мы смотрели до этого, я вам показывал, что Visa считает себя глобальной платежной системой и далее идет сравнение с RippleNet. Все это вместе представляет из себя оптовую платежную систему будущего. Посмотрите на связь USDC с Visa и поймите, что Брайан Брукс намекнул на государственно-частные отношения, а с точки зрения того, что Министерство финансов США или ФРС, если что, могут использовать USDC в качестве цифрового доллара. Именно на такое развитие событий намекал Брукс – глобальный стейблкоин. В качестве такого даже рассматривали Ripple XRP. И заметьте, что их стейблкоин не обязательно должен равняться 1 доллару. Это может быть то, что называется High Priced Stable Coin. То есть стейблкоин, чья цена стабилизировалась на уровне даже больше 1 доллара. Например, 8 долларов. Это пример. Все же USDC только что объединился с крупнейшей платежной системой – Лизой. И они работают над картами, которые позволят бизнесам расплачиваться криптовалютными стейблкоинами. Создается впечатление, что вскоре они возьмут RippleNet и подсоединят его инфраструктуру напрямую. И этот момент, друзья мои, фактически можно назвать днем рождения цифровой финансовой системы. Мне кажется, что-то подобное мы уже слышали от Министерства финансов США и FSOC. О том, что они размышляют над тем, чтобы RippleNet, возможно, с токеном XRP стали системно важными для финансового рынка. Почему я так думаю? В представленном перечне примеров системно важных для финансового рынка предприятий есть несколько субъектов, которые работают с технологией распределенного реестра или же блокчейна. И будет несложно предположить, что наиболее вероятным из них окажется таки Ripple. Думаю, посмотрев это видео, даже самый заядлый хейтер Ripple задумается. А может и вправду у Ripple есть большой потенциал? И заметьте, пожалуйста, что не финансовый документ, то Ripple XRP. А это явно кое-что дозначит. На этом всё. Меня зовут Богатейший Ди. Попрошу поставить лайк, это был очень объёмный видеоролик, а ведь мне его ещё монтировать сейчас нужно. Буду очень рад, если мы наберём хотя бы 4000 лайков под этим видео. Это поможет в его продвижении, а мне будет приятно. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»